Что получил неси дневник? Эти слова звучат по вечерам в очень многих семьях. Причем и школьники, их родители знают, что не все оценки равнозначны. Скажем, пять в тетради за домашку, это условно, но не то же самое, что пять за изложение или, скажем, тест. О том, какие баллы самые увесистые и какие вообще оценочные процедуры в современной школе, мы поговорим сегодня с нашей гостьей. Это программа «Актуальное интервью». Меня зовут Анна Поляруш. Здравствуйте. Сегодня со мной в студии Ольга Николаевна Чубова, начальник отдела общего образования Министерства образования Ставропольского края. Ольга Николаевна, добрый день. Здравствуйте. Для начала подтвердите или опровергните мои слова по поводу веса оценок. Они все одинаковые или нет? Ну, когда учитель выставляет средний балл, тем более у нас уже конец полугодия, они загорали. Давайте мы сейчас с вами проговорим про все оценочные процедуры, а в конце мы с вами вместе сделаем вывод, какая оценка весомей. Самое важное. Хорошо. Какие же оценочные процедуры в школе есть? Ну вот давайте начнем с того, откуда вообще взялись эти оценочные процедуры и для чего они. Мы все очень хорошо знаем, что сейчас идет реализация национальных проектов по всем отраслям. И отраслям и отрасле образования также много очень национальных проектов, которые прежде всего направлены на создание определенных условий современных для того, чтобы, согласно указу президента Российской Федерации, создать такие условия для самореализации и талантов наших детей, чтобы они в дальнейшем стали успешными. К сожалению, не всегда те знания, которые получают наши дети, они потом умеют применить в реальной жизни. И вы знаете, уже, наверное, много раз слышали о том, что стоит задача войти в десятку лучших стран мира по качеству общего образования. И для чего вообще проводятся оценочные процедуры? Они ни в коем случае не проводятся для того, чтобы наказать ребенка или наказать учителя. Они прежде всего проводятся, чтобы увидеть те пробелы в знаниях наших ребят. И, может быть, какие-то дефициты, которые испытывает сам педагог, и помочь и ребятам, и нашим педагогам. Вот какие оценочные процедуры мы с вами слышали? Ну, в основном это ВПР. ВПР. Ну, кроме всероссийских проверочных работ, есть еще такая оценочная процедура, как региональные проверочные работы. Мы их проводим. Кроме того, все мы знаем об оценочной процедуре основной государственный экзамен в девятых классах и единый государственный экзамен в одиннадцатых классах. Это тоже определенная оценочная процедура. Кроме того, проводятся международные оценочные процедуры. У нас принимает небольшое количество участия школ, но, тем не менее, мы принимаем участие и получаем определенные результаты. Но, несомненно, невозможно говорить о самом повышении качества общего образования без подготовки педагогических кадров. И подготовка наших педагогических кадров, она осуществляется не только нашим Краевым институтом развития образования. Безусловно, наш институт реализует несколько проектов. Вот вы все слышали о программе, Краевая программа «Дети Ставрополя». И в рамках этой программы предусмотрено очень много мероприятий, в том числе такие мероприятия, которые реализует институт. Это, прежде всего, проект по поддержке школ, которые показывают низкие образовательные результаты. То есть они работают с управленческими командами, работают с педагогическими командами. И проект по поддержке муниципальных методических служб. Потому что мы понимаем, что каждый педагог в школе, он ведет свой предмет, его знает, но ему необходимо расширять кругозор и те изменения, которые происходят в отрасли образования, для того, чтобы, скажем так, наш педагог всегда был в тренде. Кроме того, сейчас на уровне Российской Федерации стоит такая задача, чтобы мы уже будущих учителей растили со школьной скамьи. И вот уже в текущем году в нашем крае создано 10 педагогических классов психолого-педагогической направленности. И там у нас обучается около 200 детей. Данные классы открыты у нас в таких территориях, как Георгиевский, Кировский, Петровский городский от круга, Шпаковский муниципальный городской округ и город Ставрополь. Кроме того, в трех территориях у нас есть еще такие сборные группы, где также прививают любовь к профессии педагога. Но в дальнейшем стоит задача по всей стране открыть 5000 таких психолого-педагогических классов. И мы в данном направлении также будем проводить работу и в нашем крае. Как я сказала ранее, задача повысить уровень профессиональной компетенции, она стоит не только на региональном уровне, но и на федеральном уровне. И организовываются курсы для наших педагогов. Но курсы организуются не только для педагогов, потому что педагог, он получив результаты оценочных процедур, понимает, какие есть пробелы у ребенка конкретного, какие направления тем ему необходимо вернуться еще раз рассмотреть. Но и ведется подготовка управленческого персонала, поскольку директор и зауч принимают определенные решения. И их тоже надо учить, как использовать результаты оценочных процедур для того, чтобы повысить качество общего образования. То есть сегодня требуется не только грамотные и компетентные учителя, но и управленцы нового формата. То есть что из всего того, что вы рассказали, услышали ученики и их родители? Это оценка за контрольные проверочные работы. Она выставляется не только, чтобы оценить конкретного ученика, но и всю школу целиком, чтобы принять последующее решение. Правильно? И родителям тоже не следует сильно уж переживать. Если весь класс, как часто мы слышим от детей, написал плохо, значит это проблема какая-то системная. Это сигнал учителя, школьной администрации. Да, это сигнал учителя. Кроме того, я вам скажу более, оценки за всероссийские проверочные работы ни в коем случае не влияют на итоговые оценки ни в аттестате, ни в четверть. ВПР в этом году когда пишется и кто пишет их? Ежегодно график утверждается Рособранадзором. И вот уже на 2022 год данный график утвержден. И согласно данному документу у нас всероссийские проверочные работы пройдут в четвертых, восьмых классах в штатном режиме. А для обучающихся одиннадцатых классов они будут по решению школы. Период проведения с 15 марта по 20 мая. Для обучающихся четвертых классов, безусловно, русский язык, математика и окружающий мир. Пятый класс у нас также будет принимать участие по русскому и математике, но еще и по истории и биологии. Шестые и восьмые классы также будут принимать обязательное участие по русскому и математике. Но шестые и восьмые классы напишут еще всероссийские проверочные работы на основе случайного выбора. То есть у нас у каждой школы есть личный кабинет. И в данные кабинеты поступят проверочные работы по определенному предмету, которые будут выбраны на федеральном уровне. То есть мы не знаем по какому предмету. Это сделано как раз таки для того, чтобы мы специально никого не натаскивали. Потому что главная задача не закрепить какие-то знания определенные и все. А главная задача посмотреть, как ребенок оперирует этими знаниями, как он умеет использовать в определенных ситуациях. И вот еще раз повторюсь, если есть проблемы у ребенка, их надо решать точечно. Или есть проблемы у всего класса. Если проблемы у всего класса, то как вы ее решаете? Давайте говорить о том, что решает ее прежде всего учитель. У всех учителей есть доступ в эти личные кабинеты. То есть он может посмотреть не только результаты каждого ребенка и в чем ребенок ошибся и где ему помог. Но, например, увидел, что западает вот такая тема. То есть учитель может к ней вернуться и еще раз ее повторить. И закрепить материал для того, чтобы наши ребята его хорошо усвоили. А если все-таки уровнем выше брать у учителя, ну, системно дети получают низкие баллы по ВПР, например. Ну, тогда это сигнал методической службы в территории. Тогда муниципальная методическая служба должна проводить соответствующие мероприятия. И, кроме того, рекомендуется направить данного педагога на курсы повышения квалификации в наш краевой институт. Или даже записать на курсы, которые проводятся на федеральном уровне. И помочь этому педагогу. Потому что мы с вами, например, понимаем, да, есть такая не оценочная процедура, а есть Всероссийская Олимпиада школьников. Не каждый учитель может подготовить ребенка к данному состязанию, я бы сказала. Потому что Олимпиада – это определенное состязание, это определенный объем знаний. И даже выше определенного объема знаний. То есть ребенок получает из каких-то дополнительных источников информацию. И олимпиадные задания, например, надо уметь решать. Это не задание по математике, которое ты выполняешь в школе. Оно более сложное. Значит, должны быть дополнительные знания. И если педагог этого ребенка увидел в пятом классе, что он проявляет какие-то выдающиеся способности, и подхватил его, и ведет потом в дальнейшем до старшей школы, девятые классы, одиннадцатые классы, то тогда у ребенка и получается соответствующий результат. Главное – не быть равнодушным к нашим детям. Хорошо. Что такое функциональная грамотность? Объясните, пожалуйста. Сейчас этот термин звучит, но мало кто его доходчиво может объяснить. Да, сейчас как бы мы все об этом слышим. А другими словами, это просто функциональная грамотность, она дает возможность человеку вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться в ней. Вот какая грамотность функциональная, что в нее входит, другими словами? Это читательская грамотность, математическая грамотность, финансовая грамотность, естественно, научная грамотность, развитие критического мышления, глобальных компетенций. Ну, давайте немного остановимся на каждом из этих видов грамотности. Что такое читательская грамотность? Это не просто читать или перелистывать книгу, любоваться ее картинками. Это умение анализировать текст, который ты прочитал. Другими словами, это умение слушать, слышать и понимать сам текст. Умение отличить хорошую книгу от не очень хорошей. Конечно. Уметь дискутировать со своим собеседником по данному прочитанному произведению. То есть это не просто вот посмотрел хорошо, пролистнул, прочитал, она должна оставить у тебя впечатление, ты должен сделать какие-то определенные выводы. И, возможно, в дальнейшем это основа основ функциональной грамотности. То есть некая подготовка к взрослой жизни. Ну, скажем так, да. Ну, математическая грамотность, нам кажется, ну, всем понятна. То есть это способность человека мыслить математически. Поколение 21 века, оно должно быть, должно так и мыслить. Ну, кроме того, там же есть у нас, мы много слышали о финансовой грамотности. Вот расскажите подробнее сейчас, да, и уроки финансовой грамотности для детей. Да, у нас реализуется краевая программа по финансовой грамотности. И это как бы знание и понимание финансовых понятий, да. И даже нам сейчас, взрослым, иногда трудно, да. Вот мы идем в банк, мы хотим взять кредит, мы иногда читаем и не понимаем условия этого кредита, да. Потому что у нас есть пробелы в нашей финансовой грамотности. А наших ребят именно со школьной скамьи уже учат понимать разные понятия по данному вопросу. Они участвуют в разных квестах, викторинах, точно так же и учителя, участвуют и в форумах, где обсуждают насущные проблемы. И в дальнейшем, я думаю, это будет большим подспорьем нашим ребятам, они будут более грамотнее, чем мы в данном вопросе. И более того, скажу, что финансовая грамотность, она не проводится, например, только Министерством финансов или только Министерством образования. У нас, скажем так, единая команда, которая проводит все мероприятия. Здесь и банки, и Роспотребнадзор, вот даже вот, например, сделав какую-то покупку в магазине, да, вот продукты питания, например. Кто, ребенок? Ну, ребенок, вот получил продукты питания, он пришел и молоко прокише, что дальше делать? То есть и об этом обязательно ребенку рассказывает Роспотребнадзор, куда можно обратиться и как восстановить свои те или иные права. Какое будет грамотное поколение? Напомните, с какого возраста у нас сроки финансовой грамотности проводятся? У нас финансовая грамотность проводится и в пятом классе, то есть, скажем, во всей старшей школе и уже даже в детском саду элементы ее присутствуют. Самые важные, наверное, в школе для учеников, опять-таки для родителей, я их сегодня неоднократно вспоминаю, это вот те самые оценочные работы в девятых, в одиннадцатых классах. А в этом году какие-то изменения будут или нет, когда их будут писать? Да, я скажу, что это самый волнительный момент, наверное, для всех и для выпускников, и для их родителей, и для всех родственников. И прежде всего хочу сказать, чтобы наши ребята не переживали за эти оценочные процедуры, поскольку ведь они ходили в школу 9 лет или 11 лет. И я очень надеюсь, что они все старательно очень выполняли домашние задания, читали все параграфы в географии, в истории, повторяли. И сейчас никаких пока на сегодняшний момент изменений нет. Возможно, с учетом эпидемиологической ситуации какие-то и будут. Вот уже сейчас началась подготовка одиннадцатиклассников к сдаче экзаменов. Первого декабря они написали итоговое сочинение, и это итоговое сочинение является допуском в дальнейшем государственной итоговой аттестации. И ребята, получив зачет, это будет являться их допуском к экзаменам. Это девятые классы? Это одиннадцатые классы. А девятым классом они готовятся к итоговому собеседованию. Итоговое собеседование обычно проходит в феврале, и пока намечено на 9 февраля, пройдет итоговое собеседование, где также ребята получат допуск государственной итоговой аттестации. Собеседование нисколько не стоит бояться, потому что там ребята читают текст, пересказывают его, им задают вопросы. И оно длится 15 минут. И, кроме того, показывают изображение, которое они должны писать, что они видят на этой картинке. Но я думаю, это не трудно для наших ребят. И результаты предыдущих лет показывают, что у нас все практически ребята справляются с данным заданием. И все получают допуск к государственной итоговой аттестации. Поэтому вот сейчас бы я сказала, не стоит расслабляться нашим девятиклассникам. Потому что многие из ребят думают, что останется русский математикам, как, например, мы сдавали в прошлом году и не сдавали предметов по выбору. На сегодняшний момент таких изменений нет. Да, возможно, они будут приняты с учетом эпидситуации. Но лучше готовиться еще к двум предметам по выбору, которые они выберут, которым, как кажется, что они лучше всего знают, выберут и будут сдавать на экзамен. Но очень хочу посоветовать ребятам, которые планируют идти в 10 класс, выбрать те предметы, которые они будут сдавать и в 11 классе, которые им понадобятся для поступления в высшие учебные заведения. Для того, чтобы уже попробовать свои силы, увидеть свои, может, слабые и сильные места и дополнительно потом изучить какие-то темы. И в 11 классе сдать этот предмет на столько баллов, насколько они мечтают. Всем желаю, конечно, на 100. Но кому как повезет. Потому что успешно сдать экзамен. Это зависит не только от тех знаний, которые ты сумеешь применить, но еще здесь и психологическая составляющая. То есть ребенок должен себя привести в порядок, понять, что ничего страшного в экзаменационной процедуре нет, и прийти спокойно на экзамен. Понятно, легкое волнение у каждого присутствует. Потому что каждый ребенок понимает, что это дальнейшая его судьба, и от этого зависит, в какой вуз он поступит. В тот, который мечтал, или все-таки придется поменять свои планы. Но вот в прошлом году уже произошли изменения в сдаче единого государственного экзамена. Изменения были такие, что информатика сдавалась в компьютерной форме. И вы знаете, многие ее ребята как бы настороженно к ней относились, но тем не менее эта процедура прошла очень хорошо. И никаких даже жалоб со стороны родителей или ребят о том, что что-то было не так у нас практически не было. Были определенные нюансы, но тем не менее, все прошло успешно. Экзамены, которые экзамены по выбору в 9 классе, они сдаются так же, как в 11, на сама форма сдачи экзамена. Та же самая или в 9 немножко по-другому? Нет, самая форма экзамена точно такая же. Все ребята приходят в пункт проведения экзамена. Это будет определенная школа в территориях. Они утверждаются приказом Министерства образования. В пунктах проведения экзамена всегда есть металлодетекторы. Общественную безопасность нам обеспечивают сотрудники органов внутренних дел. Присутствуют всегда и в 9, и в 11 классах общественные наблюдатели. Общественные наблюдатели может стать любой гражданин, который проживает на территории нашего края, подав заявление нам в Министерство образования и получив аккредитацию. Но единственное, что не должно быть конфликтов интересов. Не может мама стать общественным наблюдательным. Нет, родители прийти могут, но не того ребенка, который сдает именно в этом пункте проведения экзамена. Для того, чтобы, вы сами понимаете, не было конфликта интересов. Напомните, за какие нарушения может быть ребенок удален с экзамена? Телефон нельзя проносить. Что еще? Да, телефон нельзя. Нельзя иметь справочные материалы. То есть наши ребята иногда, к сожалению, берут справочные материалы, пишут себе шпаргалки на компьютерах, берут справочники небольшие. Но когда они ими не пользовались никогда раньше в жизни... Пока найдешь нужную страницу. Ну, не только что найдешь, они же у них выпадают. И очень часто бывали такие ситуации, когда даже дети не пользовались шпаргалками, не брали для своей уверенности. Как будто она при мне, значит, и все знания при мне. И когда ребенок выходил из аудитории, она просто выпадала. Это фиксируется на камерах, это фиксируется общественными наблюдателями, это видят все ребята, и ребенок удаляется тогда с экзамена, и, к сожалению, аннулируются результаты. И уже если ты не получишь по русскому языку или по математике вот такой недовлетворительный результат, скажем, то ты не получишь даже аттестат. Но это в 11 классе. А в 9 классе надо сдать успешно 4 экзамена. И тогда тоже можно, если ты нарушил, не получить аттестата. Поэтому всем нашим выпускникам я желаю, чтобы взяли с собой только свои знания. Светлую голову возьми, как говорили учителя на экзамена. Да. Ну и в этом году поменялась, конечно, у 11-классников вся структура контрольно-измерительных материалов, поскольку они первые выпускники, которые идут по новым федеральным государственным образовательным стандартам. Это те, которые с первого класса учились по новому стандарту. И контрольно-измерительные материалы немного поменялись, но никаким образом поменялись. Поменялся объем заданий, поменялась немного структура. Но уже сейчас можно со всеми этими изменениями ознакомиться на сайте Федерального института педагогических измерений. Кроме того, есть демоверсии экзаменационных материалов. То есть все педагоги, с которыми готовятся наши ребята к сдаче экзаменов, они о всех этих изменениях знают. И, я думаю, успешно помогут нашим ребятам подготовиться к сдаче экзаменов. Опять-таки многие родители переживают, что особенно в 11 классе дети только и делают, что готовятся к ЕГЭ, и больше в программу ничего не входит, только-только подготовка к экзамену. Так ли это? Нет. В школах обязательно выдается весь программный материал для того, чтобы ребенок освоил федеральный государственный образовательный стандарт. Но мы с вами прекрасно понимаем, да, и присутствует определенное волнение и у выпускников, и у их родителей. И мы, родители, всегда хотим помочь ребенку. Нам кажется, вот этот предмет, он, возможно, не так хорошо знает. И тогда мы ищем какие-то дополнительные ресурсы для того, чтобы ему помочь. И ребенок получает дополнительные знания и готовится, потому что, как я уже сказала, наверное, многие из ребят мечтают поступить на бюджет, и это правильно, потому что у тебя есть определенные знания, я их покажу и буду учиться на бюджете и в престижном ВУЗе. Но я бы хотела сказать нашим ребятам, что при выборе ВУЗа обязательно необходимо обращаться в приемную комиссию. Вот не верить никаким слухам, не верить никаким родственникам, подружкам, друзьям о том, что вот в этот ВУЗ достаточно сдать только вот этот предмет, и ты поступишь вот на такой-то факультет. Нет, обязательно или сходить в приемную комиссию, или же на сайте ознакомиться с правилами приема. Правила приема уже во всех ВУЗах, они размещены на официальных сайтах. И те предметы, которые необходимо сдавать, им надо обязательно ознакомиться. Поскольку наши ребята подают заявление до 1 февраля следующего года, какие предметы они будут сдавать, им необходимо эту работу заранее уже провести. Но я думаю, все ребята, которые идут в 10 класс, они уже целенаправленно понимают, в какой ВУЗ они пойдут, и на какие предметы им необходимо особо обратить внимание. Министерство образования будет еще неоднократно проводить родительские собрания. Информация о времени и месте проведения родительских собраний. Они в бочном или в онлайн-режиме сейчас проводятся? Собрания проводятся в дистанционном формате, проводятся для всех жителей Ставропольского края. То есть мы отправляем ссылки на данное родительское собрание, мы принимаем вопросы, то есть мы размещаем объявления на сайте Министерства образования, и всегда есть электронный адрес, по которому можно направить свой запрос, какой есть вопрос у вас. Кроме того, мы приглашаем представителей различных ВУЗов, которые расположены на территории Ставропольского края, и предлагаем им ответить на вопросы родителей. Такое родительское собрание у нас уже было в ноябре месяце. Надеемся, что в январе, как только станет понятно, по каким правилам будет проводиться единый государственный экзамен, пока он проводится по тем правилам, которые есть, но если что-то будет изменяться, мы обязательно в январе, независимо измениться правила, мы обязательно проведем родительское собрание и дадим разъяснение на все интересующие вопросы. Кроме того, у нас в министерстве работает телефон горячей линии, это 37-24-02. Можно позвонить и задать свой вопрос. И очень хочется пожелать нашим ребятам, чтобы при выборе этих предметов они слушали своих родителей и себя самих. То есть, кем я хочу стать? Зачем мне это нужно? То есть, они не самостоятельно приняли решение и написали заявление о выборе того или иного предмета, они посоветовали своими родителями, провели такой небольшой семейный совет. Потому что потом бывают очень печальные ситуации, когда семьи не обсудили данный вопрос, ребенок выбрал одни предметы, родители хотели, чтобы он выбрал другие предметы, и потом приходят и родители к нам, и дети, и хотят изменить выбор предметов. Но после 1 февраля выбор предметов очень трудно изменить. Его можно изменить, но для этого необходимо подать нам документы, которые будут подтверждать уважительность причины. А передумали неуважительные причины, видимо. Передумали неуважительные причины. Вот поэтому я всегда советую всем, и родителям, и детям, собраться на такой мини-совет за чашкой чая и пирогом, и обсудить проблемы, и посмотреть перечень вузов, возможно, поставить перед собой ноутбук, зайти на сайте определенных вузов, посмотреть, какие предметы требуются для того, чтобы к ним поступить, и обязательно совместно принять такое ответственное решение в жизни каждого ребенка. И, Ольга Николаевна, к финалу нашей беседы вы обещали коротко рассказать, какие оценки самые увесистые, а какие не сильно играют роль в выставлении четвертных. Я думаю, самые увесистые оценки – это качество тех знаний, которые есть у ребенка. Если он получает четверку, и он знает, что это он получил твердую четверку, не стоит расстраиваться, что он не получил пятерку. Поскольку при поступлении в вуз играют роль только баллы ЕГЭ. Спасибо вам огромное. Пусть эти баллы при поступлении в вуз будут высокими, и все наши выпускники поступят именно туда, куда мечтают они, в согласии с родителями. Спасибо огромное. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». Меня зовут Анна Поляруш. Увидимся на своем. «Актуальное интервью» 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 Продолжение следует...